Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу показать все подробненько, как я себе сделала вот эти ноготки. Да, их я еще не перекрывала, ну тупо. Хочу уже в конце показать вам результат. Сделала только 4 ноготка, а вот это мы будем сейчас с вами вместе делать. Тут небольшая отслойка есть. Видите, мне кажется, это отслойка. И вот здесь вот небольшие отслойки. Но в принципе у меня относилось неплохо, ничего не отвалилось, не скололось. Вот здесь отросло прям хорошенечко. И мы будем с вами наращивать арочное моделирование с френчем. Короче, поехали. Спиливаю я старое покрытие. Так, сейчас переключу аппарат свой. Включаю пылесосик и аккуратненько спиливаю. Будет шумно от пылесоса, но зато я вам покажу все прелести. Для меня, кто давно меня смотрит, да, знают, что для меня такое прям сложноватая немножечко такая форма. Такое наращивание арочное. Но тем не менее я сижу круглую. И в этот раз то, что я сделала, меня в принципе удовлетворило. Конечно же весь результат будет виден уже непосредственно тогда, когда я перекрою все это дело топом. А так пока, в общем-то, делаем многоточек. Посмотрим, что будет в конце. Так, вот здесь вот есть, да, отслойка, как я и говорила, небольшая прям, минимальная. Все отслойки убираем. Ничего плохого не хочу сказать, относилось все идеально. Вы у меня, кстати, просили ноготки, да, чтобы я сделала аквариум. Так вот будет сегодня френч. Кто просил френч? Аквариум. Еще и арочное моделирование. Конечно, я немножечко подустала. И сразу вам скажу, что я работаю, наращиваю на правой руке. Я правша. Да, мне очень неудобно, поэтому, девочки, не судите строго, да. Так, сейчас я убираю ноготок. Сейчас сразу успею фрезой. Убираю свой ноготочек. Так, все. Мне нужно убрать его под корень и закруглить. Да, девочки, еще под камерой, соответственно, неудобно это все делать. Но я буду очень стараться. Я уже сделала эти четыре догадка. Да, повторюсь, что мне сложно это делать. Вот. Поэтому после этих четырех ногтей, надеюсь, у меня получится и сделать пятый. А вот вторую ручку, наверное, буду уже делать в другой день. Надеюсь, не буду я затягивать с этим. Вот. Сделаю в другой день ее. Она не так еще сильно отросла. И тоже будет какой-нибудь, ну, 100% наращивание, я думаю. И какой-нибудь красивый аквариум тоже. А вы напишите в комментариях, чего вы хотите на второй ручке. Может быть, аквариум всех, ну, всего ноготка, да, или аквариум с френчиком. Напишите, в общем. Может быть, какие-то стразы, потому что здесь я решила не украшать ничего стразиками. Так, ладно. А вы подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. И обязательно пишите комментарии, понравился ли вам маникюр и вообще такой формат видео. Сегодня я решила голос свой сразу, да, то есть рассказываешь и делаешь, да. А так в основном я записываю свой голос отдельно. В общем, переходим мы к маникюру. У меня кутикула, ее практически нет, но есть птеригий. Я меняю фрезу на пламя. И я аккуратненько начинаю вычищать птеригий. Вычищаем птеригий. У меня фреза с красной насечкой. Так, с одной стороны поочистили. Переходим на другую сторону. Переключаемся. И самое главное, конечно же, вычистить весь птеригий. Хорошенечко прочистить, да, кутикулой, чтобы в последующем, точнее, чтобы потом у нас не было никаких отслойчик. Так. Нужно немножечко, да, кутикулой пройти, чтобы по боковым ладикам немножечко. Ну, повторюсь, кутикулы у меня нету. Так. Вот такой вот ноготочек получился сейчас возьмем салфетку, обезжириватель. Обезжириватель, ноготочек. Выключаю свой пельсёсик, и мы с вами переходим к интересному. Я беру обезжириватель вот такой у меня есть, профи-прыб. Хорошенький. Мне нравится, удобно, прям шикарно смотрите. Чик-чик-чик, всё готово. И наношу профи-бонд. Это праймер. Наносим тонким слоем. Он бескислотный у меня. Наносим тонким слоем и даем немножечко ему высохнуть. Так, подсох праймер, наносим базу. Я сразу говорю, девчонки, что видео будет длинным, да, так как я всё это записываю. Сразу, то есть подробнее. Наносим тоненьким слоем. И запаситесь чуёчком, кофеёчком. И, конечно же, обязательно посмотрите видео до конца. Так, ну а я ставлю сушиться в лампу ноготочек. Кстати, вот эта база мне не печёт в лампе. Ну, по крайней мере, все четыре ноготочка мне не пекло. Это база от Космо-Профи. Так я полюбила эту фирму, прям до безумия. Мне очень нравится, очень. Во-первых, мне не печёт эта база. Во-вторых, полигель там просто шикарнейший. Не знаю, прям суперский. Так, далее мы берём форму. У меня вот тут вот есть форма. Я её подрезала. Подсушили. Ну, 30 секундочек, я думаю, достаточно. Подставляем под ноготок. И нужно, конечно же, её подрезать. Берём ножнички и подрезаем. Давайте я возьму нормальную форму. Она у меня там что-то не липнет. Так. Так, опять я звук не убрала. Сейчас надо будет убрать звук. Подставляем форму. Немножечко вверх её приподнимаем. И надрезаем, да? Чтобы хорошо у нас держалась форма. Так, здесь тоже немножечко нужно будет подрезать. Так. Подставляем форму. Ой, что-то я из кадра ушла, девочки. Простите. Простите меня, мои хорошие. Подставляем ровненько форму, да? Блин, неудобно ещё на этой руке. Берём гель. Берём гель. У меня вот формула профи. Берём кисточку. И придаём свободный край. У меня будет форма, длина точнее двоечка. Немного геля не наносим. Нам нужна подложка. Чуть-чуть промазываем ноготок. Здесь вот немножечко... Ну ладно, это не страшно. Но, девочки, походу, без косяков у меня не получится. В общем, всё, сделали подложку. Отправляю её в лампу. Делаем квадрат. Так, звук я сейчас уберу. Задолбал меня он. Так, сделала подложку. Убираю форму. Вот такая вот красота получается. Так, дальше. Берём полигель. Полигель я буду брать акригель. Вот такой вот розовенький. Сейчас покажу. 15 грамм. В общем, вот так он называется. Как называется, беру кисточку специальную. Так, девочки, звук я убрала. Он мне больше не помешает. Беру... Так, нужно мне налить немножечко... На палитру наливаю. Прям капаю обожиривателем. У меня такой бардак на столе вообще, трэш. Набираю каплю, да, вот такой вот шарик. И ставлю его на ноготок. Что-то я прям совсем подустала немножечко, мне кажется. Так, далее переворачиваем кисть. На стол накапала себе. И начинаем формировать улыбку. Вот этот полигель. Так, сейчас немножечко ещё нанесу. Проще потом убрать, чем не доложить. Так. Теперь формируем, да, линию улыбки. Апекс выстраиваем. Апекс это наивысшая точка, да, в стрессовой зоне. И начинаю аккуратно подводить кутикуле. Надеюсь, вам видно. У девочки такая красота получится. Ну, можно сказать, уже получилось. Так, аккуратненько, не спеша начинаем. Не доводим близко кутикуле. Иначе у вас будут затёки, подтёки. Аккуратненько. Тут сразу начинаем формировать, да, улыбочку. Не забываем отмакивать кисти в обезжиривателе. Так. Смотрите, красиво уже, да, прям здорово. Супер. Меня, в принципе, устраивает. Так, всё, меня устраивает. Отправляю в лампу. Может, чуть-чуть, можно немножечко вот здесь вот довести, да, до кутикулки. Прям немножечко. Вот такая вот лепёшечка получилась. Отправляем в лампу. Так, дальше беру обезжириватель. Рассушила. Убираю липкость со всего ноготка. Всё у нас просохло. Всё у нас идеальненько, красивенько. Так. Берём аппарат. Естественно. Берём пылесосик. Подбираем, да, фрезу. Нам нужна сейчас такая вот фреза кукурузка с красным поиском. И мы начинаем выделять, да, выпиливать линию улыбки. Для чего нам это нужно? Нам это нужно для того, чтобы у нас потом вот этот френч был ровный и красивый. Аккуратно. Не давим. Здесь прям выпиливаем, да, углубляем. А вот здесь вот аккуратненько так, как там наш ноготочек. Сейчас я переключусь. Так, думаю, удобно будет. Так. Придаём сразу, да, ноготку. Красивую улыбочку обязательно. И делаем вот здесь углубление, вот здесь вот. Здесь тоже выпиливаем. Так, и с этой стороны. Вот так обязательно смотрим. Всё, мне нравится. Берём пилку и дорабатываем уже, соответственно, улыбочку. Здесь убираем толщину, ставим параллельно к луку. Мне, если честно, под камерой вообще неудобно это делать. И начинаем так же дорабатывать пилочкой линию улыбки. Сразу делаем её идеальной, да, как вам нужно, чтобы она у нас красивая. И смотрим прямо на неё, да. Чтобы она у нас была идеальная. Нигде ничего не торчало. Если есть, девочки, какие-то вопросы, задавайте. Отвечу всем. Так, стяхиваю пылючку. Смотрим ещё разочек. Всё ли устраивается. Немножечко лампу подвину. Смотрим, да. Ну, вроде бы и неплохо. Вроде бы всё хорошо. Обязательно на этом этапе должны вы просмотреть, всё ли вас устраивает. Иначе потом у вас пойдёт вкус ваша френч. Меня устраивает всё. Так. Теперь мы немножечко ставим вот так прямо пилку. Сейчас я попробую показать. Прорисоса. Вот так, да. И пилим. Чтобы была ровная, да. Вот здесь вот ровнее по пилке лежала. И, кстати, мне этот акригель очень нравится тем... Самое главное, не перепилите кончик. Иначе у вас будет клевать вниз на листочек. Вот, видите. Всё, пилка у меня стоит ровно. Отлично. И мы переходим к красоте. А, акригель мне это нравится тем, что пыль вообще не летит, девочки. Вот вообще. Укрепление вчера делала им. Великолепно, просто замечательно. Так, теперь что беру я? Я беру палитру. У меня тут уже нанесено немножечко. Беру чёрный гель-лак. Чёрный добавляю на палитру, соответственно. Также сразу мы делаем, сразу сделаем. Берём небольшое количество геля, который мы моделировали. Наносим на палитру. Прям чуточком. Гелюшку убираем в сторону пока. Наношу вот такие вот блёстки. Очень красивые. Прям, ну очень. И наносим в этот гель немножечко блестяшек. И всё это, соответственно, хорошенечко перемешиваем. Так, всё перемешали. Можно ещё немножко. Так, перемешали. Кисточку мы вытираем салфеточку. И вытираем, конечно же, ноготок от пыли, да? Вот такая вот красота. Теперь чёрным гель-лаком делаем улыбку. Прорисовываем. Заводим в усики обязательно, да? Делаем усики. Попали на кожицу, ничего страшного. Всё это смоется, да? Или можно сразу вытереть. Ну, всё это прекрасно и так смоется. Так, доводим, да, в линию улыбки. Линию улыбочки. Делаем её. Так, вот здесь нужно вот так вот вытереть. Красивенько. И немножечко мы это растягиваем вниз. Прям чуть-чуть. Не до конца. Здесь немножечко залезло. Вот так вот пальчиком уберу. Так, всё, растянули. Подсушиваем в лампе буквально 10 секунд. Отправляю в лампу. И тем временем я убираю с кисточки чёрный лампак. Так, всё. Кисть наша чистая. Теперь я вот эту вот смесь наношу на кончик нашего ноготка. Вот сюда, да? То есть создаю высоту. Высоту кончику. Блин, девочки, я просто в восторге от этих ногтей. Просто я от них тащусь. Создаём вот здесь, блин, высоту, да? Фокус, блин, у меня убегает куда-то. И немножечко растягиваем лёсточки к центру. Немножечко. Добавляем ещё вот этот гель, да? То, что у нас тут остался на палитре. На краю шип ноготка. Поднимаем как будто бы, да? Вот так вот. Отлично. Всё. Вот таким вот образом мы отправляем это в лампу. И сушим. Ну, не знаю, минуточку давайте посушим. Так, беру теперь гель. И тоненьким слоем промазываю вот здесь. Вот, смотрите. Вот здесь. Возле нашей улыбки. Тоненьким промазываю ноготочком. Блин, не десек, потому что фокус попадает совершенно не туда, куда мне нужно. Так, промазали. Теперь наношу, смотрите, вот такие вот красивенные штучки. Фольга такая. Но она плотная. Поэтому, конечно, её лучше выкладываем. Беру вот такие вот пинцетик, да, берём. И вот здесь вот выкладываем. Смотрите. Вот здесь вот, видите, выкладываем все элементики. Но не заполняем полностью. То есть чуть-чуть. И смотрите, чтобы у вас не были там куски торчащие. Иначе это потом будет пилиться и будет не так. Уже красиво. Так. Тут у меня вот на кончике. Не хочу я, чтобы у меня было на кончике. Поэтому я её отсюда убираю, девочки. Очень неудобно мне это делать с левой рукой. Так. Убираю. Вот сюда пусть то будет. Тут у меня всё лежит. Всё хорошо. Так. Можно ещё прям добавить. Прям малышей каких-нибудь хочется. Огромные, смотрите, прям вообще огромные. Порезаны они так прям. И добавляем вот сюда. Немножечко. Вот сюда. То есть вот так вот у меня получается. И всё это дело я отправляю в лампу. Буквально подхватить, да? Но это ещё не всё блёсточки. Я беру хлопья юки. Вот такие вот красивые. Достаю руку. И этим же пинцетиком, да? Она прекрасно прилипает. Видите, большое такое количество. И начинаю наносить. Вот здесь вот. Она прекрасно, да, прилипает и блестит, так как она очень-очень тонкая. Хлопушки прям будут смотреться великолепно. И можно наносить, да, даже на вот эту вот блестяшку, которую мы перед этим нанесли, фольгу. Так как у нас хлопья всё равно они такие прозрачноватые, да? То есть никак они не помешают. Всё. Такую красоту. Придавливаем немножечко, да? Отправляю в лампу. Смотрите, как красиво. Так, теперь беру гель. Беру эту же кисть. И наношу прям вот такое вот количество на ноготок. Вот сюда, смотрите. Вот сюда. И нам нужно сравнять нашу высоту геля. Всё очень просто и красиво. Всё. Добавили, посмотрели, да? Высоту нам ещё нужно добавлять, поэтому я возьму ещё капельку и чуть-чуть прям добавлю. Можно сделать это в два этапа. В два этапа. Мы сейчас посмотрим, как у нас это всё. Так. Вот таким образом получается. Отправляю, конечно же, в лампу. Сушим. Так, вот сушила. Минуточку. Беру ещё гель. И ещё прям наношу. Наношу. Всё. Теперь вот меня устраивает. Обязательно усики заводим, да? С одной стороны и с другой стороны. Всё. Теперь можно отправлять в лампу. Сушим две минутки. Итак, вот он наш ноготочек. Берём обезжириватель. Обезжириватель. Всё. Красота. На самом деле быстро и просто. Здорово. Меняем фрезу. Берём вот такую вот, с красной насечкой, передослав. И аккуратненько. Так, сейчас. Подвину. Выравниваем. Выравниваем наш ноготочек. Помогая себе фрезой. Надеюсь, меня слышно. Аккуратненько. Всё это сравниваем. Чтобы пилочкой сильно не мудохаться, помогаем себе фрезой. Так, всё сравняли. Теперь, конечно, берём пилочку. Я беру грубую пилку 100 на 100. И начинаю пилить бока параллели. Вот так ставлю. Чтобы всё всё вот так вот. И начинаю пилить. Чтобы было всё ровно. Конечно, на себе я вам не вырвину счёт, не покажу. То есть, вот так вот оставим и пилим. Убираем всё вот это вот лишнее. В общем, пилим. Так, вот так вот у нас выглядит это всё, опил. Теперь вот эти вот начинаем сглаживать. Очень, девочки, неудобно это делать под камерой. Уголочки сглаживаем, да, которые здесь у нас. Затрубляем. Я теперь беру пилку мягкую. 100 на 180. И вы знаете, она мне кажется далеко, вот не 100. Мягче она, мягче. И пилим возле кутикулы. Тоже сглаживая наши эти вот уголочки. Плавно, да, такими закругляющимися движениями. Надеюсь, вы понимаете вообще, что я хочу донести. Ставим пилот так, да. Делаем площадочку ровненькую. И аккуратненько опять сглаживаем вот эти вот уголочки. Так, обязательно стряхиваем пыль, да, чтобы мы видели вообще, что у нас получается. Вот здесь немножечко еще я бы подпилила, да, то есть все подровнять можно. Так, ровняем, смотрим. Ноготочек, да. Еще беру грубую пилочку и вот здесь вот подставляю и пилю. Вот, идеально. И теперь аккуратненько, плавненько все это дело скручиваю в трубочку. Убираем пыль. Смотрим. Смотрим вот так. Вот так. Здесь бы я еще сгладила. Ой, девочки, не знаю, что где-то получится. Но, надеюсь, что-то красивое. Вы меня поддержите лайком, мне будет очень приятно. Так, классно. Далее беру и пилю боковые, да, вот эти вот, убираю висящие всякие ненужные материалы. Так, вот этот вот, вот так вот мне вообще, знаете, делаю, да, аккуратно. И самое главное не перепилить. Не перепилить. Так, смотрим на наш ноготочек. Вроде неплохой. И теперь мы запиливаем вот здесь свободный край, да. Делаем его ровненьким. Так, смотрим. Еще немножечко. Так. Можно вот здесь вот, я еще хочу. Здесь мы будем все сравнять. Смотрите, вот так вот можно посмотреть. Видите, одна выше, другая ниже. Доводим до идеала. Так. Смотрим так. Наш ноготочек чуть-чуть, я бы подкидила еще. Выровняла, да. И теперь смотрим вот так. Нам нужно выпилить вот эту вот неровность. Я беру мягку пилочку и начинаю вот эти все уголочки сглаживать. Также здесь все смотрю, да. Убираю лишнюю толщину. И делаю ноготь наш красивым, аккуратненьким. Так, теперь беру фрезу вот эту и аккуратненько убираю толщину из-под низи, да. Передаю арочку. Красивую арочку. Аккуратно, не перепиливаем ноготочек. Так, все меня устраивает. И можно еще, да, теперь ровнять немножечко сверху. Вот здесь, потому что есть некоторые места. То есть берем, я беру мягку пилку, так как мне возле пути было очень, знаете, больно грубой. И я аккуратненько начинаю опять поправлять все, да, доводить до идеала. Чтобы потом у нас получился красивый результат. Расслаживаем вот так вот. Обязательно смотрим на все ноготочки. Красота, девочки. Очень мне нравится. Вот так смотрим, попиливаем, да. Вот так все попиливаем. Убираем пыль. Смотрим вот так на ноготок. И ровняем. Все ровняем, ровняем, доводим до идеала. Обязательно. Без этого девочки никак. Напишите в комментариях, кто умеет делать вот такое моделирование. Мне очень интересно, потому что, ну, блин, оно такое сложновато. Я вам скажу. Как бы, вроде бы, да, ну, делаешь просто. Я просто делала 4 ногтя, да. И мне уже кажется, что вот это вот легко и как-то быстро. Потому что один ноготок все. Хотя, если по времени посмотреть, ни хрена они быстро. Так. Все. Единственное, вот смотрите. Вот о чем я говорила, видите. Выпиливаем хреновенько. Получается вот так. То есть нужно лучше выпиливать. Но я уже так устала, что меня устраивает. Если посмотреть предыдущие мои работы, да, где я делала такие ноготки, то вот эти идеально. У меня, кстати, на канале есть эти работы. Можете посмотреть, кому интересно. Также оставлю подсказочки. В общем, вот такая красивая рука. У меня получился. Дальше можно взять вот эту же фрезу, да, и немножечко выпилить изнутри. Вот эти бока всякие. Все это некрасивое. Так, эта сторона мне нравится. Вот, все. Идеально. У меня все устраивает. Теперь беру бафик, конечно же, и бафью всю поверхность. Везде, между прочим, я нигде не забафила. Все, прохожу к бафикам. Так, мои дорогие, подходим к концу. Убираю всю пыль с ноготков, да, и сейчас будем с вами кайфовать. Я перекроюсь сначала слоем базы. Немножечко подровняю, хотя они и так у меня идеально ровные. Но я нанесу базу и еще сверху бахну топ. И мы с вами посмотрим, что уже получилось. Такая красота, красота неописуемая. Я прям уже в восторге от ногтей. Подводим к кутикуле базу. И наносим на ноготок. О, боже. О, боже мой. Как красиво. Обязательно доводим до кутикулы базу. Можно было бы и, конечно, не перекрывать. Я вообще не знаю зачем. Но пусть будет. Класс. Девочки, я вам покажу, конечно. Сейчас вот перекрою базой. И когда топом буду перекрывать, поближе поднесу к камере, чтобы уже вам показать. Так, сдалека особо не видно. Ой, девочки, то, что я делала раньше, это была вообще ерунде. О, так, сушим в лампе. Так, девочки, теперь перекрываю ноготки топом. И наши ногти готовы. Блин, я вообще просто в восторге. Это, блин, не знаю, лучшая моя работа. Именно в моделировании, да, в арочном. Просто бомба. Просто бомба. Смотрим блики. Сейчас все вам покажу. Красота, сушим. Так, девочки, ну вот, что у меня получилось. Смотрите, красота просто нереальная. Очень красивые ногти. Напишите, как вам. Я очень старалась. Вот мы сделали с вами вместе ноготочек. Очень крутая работа. Я просто в восторге. И вот даже добавлять сюда больше ничего я не хочу. Как вам аквариум? Напишите в комментариях, пожалуйста. И поддержите меня лайком. Мне это очень-очень важно. И очень-очень приятно. Всем спасибо, что были со мной. Всех обожаю. Всем пока-пока. Тихо-пока. Тихо-пока. Тихо. Продолжение следует...